Меня зовут Юрий Фодинер. В Израиле я с 2014 года. Сейчас мы здесь, с всей семьей. Приехал мой сын. Он живет уже с женой. Они молодые. Молодоженцы. Я поздравляю, что семья вас соединилась. Я знаю, что вам много пришлось пройти. И я с большим удовольствием смотрю на ваши работы. Что касается мастера. И вы стали членом союза. Да. Я вот недавно буквально меня приняли. Мне это очень радостно, потому что, знаете, столько времени я жил в России. И у меня даже не было мысли о том, что я могу быть членом союза художников России. А здесь в Израиле оно чудодейство каким-то образом. Вот так все. Совершенно неожиданно для меня. Да. Еще я хочу просто сказать, что действительно вы много чего преодолели. И в России вам уже не давали шанса даже выжить. Тьфу-тьфу-тьфу. Тут после всех операций. Да. Я живу. И твою. Это самое главное. Успехов и удачи. Да. Что касается моих работ, несколько слов, да? Да. Конечно, обязательно. По поводу сюрреализма. Они, может быть, элементы какие-то присутствуют. Но все же это отражение реальной жизни. В этих всех работах, которые здесь представлены, мы можем видеть те моменты, то есть элементы, которые мы видим в жизни вокруг себя. Я смотрю на жизнь, и я вижу такую, как она есть, и я ее привношу в свою работу. И она получается немножко другой. Да. Но она проходит через мое сознание. Но в этом и есть, в принципе, все, что живет во мне, это тоже реальность. Только она проходит через мое сознание, да? Вот. И, допустим, вот по этой работе. Это мое первое ощущение хайфа. Вот я приехал, увидел вот это вот нагромождение домов, человеческих каких-то судик. И вот меня это все поразило. Вот. Знаете, вот это... Я здесь хотел отразить этот дзигзаг. Вот он идет дзигзажом, это так хайфа построено. Вот туда-сюда поднимается свет. И как наша жизнь сама? Вот она может вот так, потом вот так, вот так вот нас... Очень-очень интересный, самобытный. Нигде такого я не видел. Это моя хайфа. Вот. По персонажам они здесь, видите-то, я их... Вот как вижу, вот остановку, допустим, да? Ажлазор. Остановка Ажлазор. Она вот такая наклонная. Она такая есть. Это и жизнь. Люди на ней сидят. Там можно увидеть таких вот людей. То есть это все реально. Это все реально. Вот это... Это реально, но в то же время это нереально. Честно знаю. Вот эта работа. То же самое. Для меня это... Как я ее мыслил... Вот мой сын. Он летит на вот этом всем непонятном. Это то, что является моим ощущением в нашей жизни. Вот совершенно все было непонятно. Как он сюда приедет. Что он будет тут... Как он будет учиться. Мы же его не знали совершенно. Поэтому вот этот аппарат лежательный, да? Здесь, значит, он такой вот весь какой-то неказистый. Самовар. Это наше быт. Это то, что мы израстили. Символ быта, да. Это мы вот принесли свое что-то, но мы... Вот он сейчас приземлился сюда, в Израиль. И он приземлился в реальности. А он приземлился, да. Осторожно. Как бы там ни было. Ну, все, что касается пахайских садов, эти вороны, это уже другая неожиданность. А почему вдруг ворона? А, потому что там вот, если вы посмотрите, вот на завершение вот этого шпиля, ничего не знаю. Обычно на храмах есть или черт, ой, черт мог, месяц, или крест, или еще что-то. А там ворона. А я не понимаю, почему она там сидела. Так и было. Взра. Теперь вот по поводу этой работы. Значит, последний. Здесь, прежде всего, это хайфа тоже, да. Это то, где я живу. Это моя среда. Я это вижу каждый день. Это вот вестница, по которой я хожу. После каждого дня. Она поднимается на улицу Геула. Вот улица Геула. То есть, все, в принципе, только опять же через меня. Фильтровано. Это персонажи, взятые из жизни. Я их вижу. Вот они разговаривают. Вот. Ну, как бы, дальше, что касается тонкостей и нюансов. Изюмин, да. Вот образ женщины и вот эта вот, как бы, вибрация, что это. Или струны, или воздух. Вот он поднимается дальше вверх. Потом качим птичкам. Это все взаимосвязано. В нашей жизни ничего не бывает взаимосвязано. Все. Каждый момент, каждая мысль. Все взаимосвязано. И она вот создает вот это вот, как бы, движение. А почему труба? А труба, потому что, во-первых, она висит на дереве. Трубашку тоже делать. Издавать трудный звук. Вот она висит пока ненужная. Никто ничего на ней не играет. А играет вот он, инструмент. Вот. Значит, сама труба, может быть, когда-то и заиграет. Но не знаю, когда. Но покажите. Тихо. И вот эта тишина, и вот эта вибрация. Вот эта сейчас пока в действии. Правильно? Здорово. Вот дальше время покажет. А это вот, это, это улица, на которой я живу. Это улица Михаэль. И мы так получилось, что попали прямо в самый центр религиозной жизни. Вот. Вы тоже думаете, это не случайно? Я не думаю, что так. Потому что, если бы я попал в какое-то другое место, я бы этого ничего не увидел. И, соответственно, и не нависал. А так я вижу, как они мне все-таки, им дают, видимо, эту помощь. Они вот с этими окрасками, вот, туда-сюда входят. Один, два, пять, другой, в этом, дети, еще каждый пошел. И все вот так, суетливо, как в муравейнике, да? И они несут этим детям, своим семьям. Это все живет, это все очень такое мирское, ежедневное. Ну, вместе с тем есть и вот такое. Это не, как бы, материально, он вот немножко, вот там, на миску. И это вот символ духовности. И облако в форме сердца, да? Да. Он есть, этот символ, это живет, это все есть. То есть мы не видим за повседневной, вроде бы, жизнью, что там что-то есть. Да, 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 но где-то что-то есть. Это же, вот, все взаимосвязано. А вот скажите, Юрий, как бы вы определили этот стиль, как бы, наивной живописи, вот сам стиль, так все четко, и есть символы, как есть какие-то такие ассоциации, просто вот мне интересно. Особый стиль, действительно, который, мы говорим, что на уровне, как бы, смысловом, философском, да, я понимаю, а вот сам стиль живописи. Значит, по полному стилю... Как он родился, вы что-то, как вы учились, да, как он вообще родился у вас? Значит, во-первых, это подход шажиру, немножко, так? То есть я все время смотрю на мир, как бы, вот, в глазном художника юморного склада такого. Смотрю чуть-чуть с юмором. Потому что я по жизни своей анализирую, если бы у меня было юмора, меня бы самого уже и не было. Ну, так, как я немножко с юмором. Вот он у меня и отражается в моем стиле. Вот этот вот, как бы, изобразительный прием, четкий, да, это как, он ближе к реализму или к сюрреализму, но другого здесь и быть не может. Потому что если бы здесь было что-то такое более эмоциональное, такое вот, мазками, значит, это было... Я не смог бы уже отразить и выразиться. Да, это именно то, что возможно, чем, да, возможно, выразить вот эту вашу философию, эту мысль и видение моря. Мир, а что вы кончали, где вы учились, два слова еще напомните. Я учился в Витебском технологическом институте легкой промышленности. Этот институт, ну, он, во-первых, просто, он витебский, и эта родина Шеркала. И вот это все меня подпитало очень сильно. Я там узнал о Шеркале. И здесь вот символы, это вот именно я заимствовал. Не то, что заимствовал, а как бы повлияло на то, что я начал вот именно так вот. Ну, вы писали много и там, да? Ну, это было, во-первых, я в 80-х годах там учился, потом Советский Союз развалился. Пока я побыл немножко в Минске, потом переехал в Россию. И вот это время, оно мне помешало, потому что очень много было суеты. Вот мне было трудно работать, потому что было еще молодое. Надо было нащупать себя. А это, знаете, сложно, когда вы перегубите. А здесь вам удается постоянно писать? Да, я рисую, напишу каждый день в Минске. Или осмысливаю работу у себя в голове, а потом ее начинаю реализовывать. То есть, да, здесь у меня есть возможность. Успехов! Спасибо большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!